Если в сети есть свято. Итак, согласно указу, штатная численность вооруженных сил России составит свыше 2 миллионов 200 тысяч человек. Из них чуть больше миллионов 300 тысяч непосредственно военнослужащих. По сравнению с предыдущим указом, число их выросло почти на 170 тысяч. И вот в оборонном ведомстве поясняют, численность армии будет увеличена за счет граждан, желающих проходить военную службу по контракту. И речи о какой-то новой мобилизации не идет. Само расширение армейского состава в Минобороны назвали адекватной реакцией на агрессивную деятельность НАТО, скапливающего войска и вооружение вблизи наших российских границ. В Госдуме же одновременно завязалась такая дискуссия, следует ли увеличивать срок службы в армии по призыву с одного до двух лет. С такой инициативой, собственно, начал эту дискуссию депутат от КПРФ Виктор Соболев. Он генерал-лейтенант в отставке, ну и он привел свои аргументы. По его мнению, вопрос этот давно назрел. Соболев предлагает полгода тренировать новобранцев в учебных частях, а затем год или полтора задействовать непосредственно в войсках. В сумме получается примерно два года. Ему ответил глава Комитета Госдумы по обороне и генерал-полковник Андрей Картополов. Он назвал предложение Соболева ностальгией по советским порядкам. И, по его мнению, необходимости в двухлетней службе нет, так как человек способен и за год полностью освоить воинскую специальность, а второй год срочник будет, цитата, просто терять время, проедая государственную еду. К дискуссии подключился генерал-лейтенант Андрей Гурулев, тоже депутат Государственной Думы. Он не только поддержал увеличение срока службы, но и призвал бороться с вузами, которые, по его мнению, созданы только ради того, чтобы давать отсрочку от армии. Всех до университета надо отдельно, это отдельная тема разговора. Я, по моему глубокому убеждению, все эти лавочки надо, откровенно, просто взять и прикрыть, честно говоря. Потому что по нескольким моментам, первое, они не дают никакого толкового образования. Ну, давайте на вещи смотреть реально. Второй момент, блин, у меня нисколько нет иллюзий в том, что, видите, ладно, он там закончил эту бурсу, которая непонятная, но сразу пойдет работать, правда, и какую-то пользу стране вам предложить. Вот это тоже момент ключевой. Ну и, наконец, как сообщает агентство ТАСС, в российском министерстве обороны предложили изменить требования к здоровью для прохождения военной службы. Что конкретно хотят из этих требований изменить, что добавить, что убрать, непонятно. Пока опубликован только проект этого документа без деталей. Но есть пояснительная информация, так называемая пояснительная записка. Там указано, что изменения могут коснуться постановления правительства о военно-врачебной экспертизе. Предполагается усовершенствовать процесс медосвидетельственных граждан с заболеваниями, не оказывающими существенного влияния на способность человека нести службу. Пересмотр критериев, как указано в документе, связан и с тем опытом, который был накоплен в рамках специальной военной операции, полностью проект постановления еще не опубликован. А это у нас такой хитрый план был. Какой план? Идуты, вы все проиграли. Пане Андрі, традиционная казар-ситуація в акваторії Чорного моря, особенно с Чорноморским флотом Российской Федерации, потому что я читала на цьому тижне, что переважно все корабли находятся в одному месту сейчас Чорноморского флота. Вам слово. Таких серьезных изменений не случилось. Сьогодні я перечитал поведомления командования ВМС, в море один корабель, в Чорном море один в Азовскому, и насеев калібрів среди них нет. Я так думаю, что это таки звичайные патрулювания, и в связи с тем, что штормовые погодные умовы они более-менее поддерживаются после того величезного шторма, который был 27 лет, они по минимуму тримают корабли. Но в целом ситуация такова, как и была, что большинство кораблей, две трети, они в Севастополе, это корабли старые, более старые, там ардянские побудовы, судно забезпечения, и те корабли, которые используются для потенциального перехопления судно-плавства. Два катера постійно тримают пункт базирования Новоозерна, это Захидный Крим с ракетами Moskit, то есть там периодично они навіть выходят туда на позиции для ракетного удару, там, под мистарханку, там, воспостерегаются. Найбільш новые корабли, значит, мы знаем, что они перебывают в Новороссийску, это на сиции ракет-калибр, это и фрегаты, это и корветы типа Буянем, и подводные човны, значит, ну, отмечалось переход фрегата адмирал Макаров, в Севастополе він там був декілька, ну, мы знаем, пару тижнів. Зараз, нібито, повернувся. То есть, в принципе, ну, такая ситуация, ну, для нас зараз, ну, вона більш-менш спокойна. От, знаем, что вот сего тижня росіяни поновили масовый удар ракетный, но застосовывали ракеты поветряного базирования с такими стратегической авиации. Ну, то, что по засобам масовой информации я бачу, что, нібито, вот эти санкции, все же, они каким-то чином впливают на будильство новых ракет, оцих сучасных, шляхом того, что, в принципе, ну, припиняется постачание, припиняется оцих очень важливых комплектующих плат, в том числе и для ракет-калибр. Я думаю, что с этим повязано то, что они так обережно относятся до их использования. Если мы сравниваем с прошлым годом, с тем же самым периодом, вы помните, что тогда, фактически, что тижнево они выстреливали там сотни ракет. Ну, и калибр, и поветряного базирования сейчас очень-очень обережно. То есть, ну, в подсумку хочу сказать, что они сейчас, первое, ну, в готовности до завдания, все же, ракетного удару, это очевидно. По-друге, это они продолжают свои заходы по блокированию судноплавства через нормальные шляхи сполучения. До речи, цикаво, что цего тижня был сбитый Су-24М, літак, недалеко от острова Змейни. И это показывает, что эта парасолька ППУ наша, она нарушается на півдне нашей страны, я думаю, как раз для охороны того коридора зернового, который сейчас працюет вдоль нашего сбережья. Ну, это как бы позитивно, но это показывает то, что россияне, они продолжают использование авиации и доминирование авиации над певно-захидной частью Чорного моря. Но Су-24М, это им очень серьезный сигнал того, что они могут быть избавлены этого доминирования, а как минимум вытеснете этого района. Это для нас важливо. Ну и третье заведение, это, в общем, десантная операция. Корабли они готовят, ремонтуют. То есть, Горский горняк, памятаете, который был сбитый в серпне месяце, они его ватают в Севастополе. Но, скорее всего, они их готовят для логистических перевезений, в разе того, что какая-то логистическая артерия, или перешивый кримский, или не кримский мест, будут выведены из воды. Это вот такая вот загальна картина сейчас на море. Пан Андрей, также информация о том, что враг пытается сделать свои морские дроны сейчас и работает именно над этим, что сейчас известно. Ну, понимаете, это опять же тематика не новая. Где-то там минимум півроку тому ставилось таке заведение в Севастопольскому, вот как в городском голове. И для этого завучался навык Севастопольский университет. Там есть у них такие факультеты, лаборатории. Вот сейчас там подключилось какое-то предприятие, там в середине России. Ну, прежде всего, какие завдания для этих дронов? У нас корабли боевых для того, чтобы противодействовать, ну, нема. Просто те наши катары, которые есть, они просто бегают из этих дронов. Они набегато швидкие, чем дрони. И будут они ганять за ними по всему Чёрному морю. Реально, что они могут использовать дрони для провокации, для нападей по суднам, которые следуют в коридорах. Потому что классифицировать его будет сложно после выбор, например. Что это за дрони? Они будут сказать, что это украинские дрони и так далее. Поэтому сделать его технологически не очень сложно, потому что там фактически все технологии цивильные. Инша справа, там много, что касается авиологии и систем управления, что вырабатывается на Заходе. Тут вопрос, как Россия эти схемы будет отрабатывать. В шахетах самих мы сейчас находим такие схемы. Можливо, что каким-то чином они запаслися ними и для этих дронов. Но сейчас это все еще эти разговоры, одинаковые комментарии и так далее. Реально, мы видели один раз такой дрон, когда он в литку этого года атаковал затоку мост. Но там ничего такого значного не произошло. Ну, россияне мают набагато крылатых ракет, повитерного, морского базования и берегового. Я думаю, что, в принципе, ну, этого достаточно. Это больше такой психологичный трюк снова. И опять же, это натяг на цивильное судноплавство, которое мы сейчас интенсифицируем через коридор. По словам Шульца, именно Путин остановил поставки газа по северным потокам, чем поставил под вопрос 50% снабжения Германии газом. Глава МИД Украины Кулеба официально заявил, Зеленский же в Вашингтон полетел, что Киев готов, далее прямая цитата, попрыгать и даже поплясать. Если потребуется это, и его попросят сделать это, западные партнеры для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в Союз.